здравствуйте дорогие друзья сегодня 28 июня это удмуртиясь в своем сегодняшнем видео я хотела бы рассказать вам о том уходе за луком exhibition который необходимо осуществлять вот в этот летний период времени лук exhibition в нашем регионе уже в середине месяца июня что необычайно рано для его развития обычного начал формировать луковицу причем некоторые луковицы есть уже довольно крупные то есть обычно я его убираю в конце августа в этом году думаю что это произойдет гораздо раньше для того чтобы лук оксибишин набрал луковицу полноценную крупную в прошлом году луковицы были до 700 грамм нужно сейчас сделать следующее во-первых у нас очень сухая погода и конечно же луку не хватает влаги и именно это явилось первой причиной того что он так стремительно начал набирать вот уже луковицу так рано полив обильный нечастый но обильный полив который будет хорошо проливать вот влагу доставлять к луковице рыхление обязательно потому что кроме влаги корням нужен еще и воздух после полива особенно очень хорошо замульчировать лук какими-то мульчирующими материалами отлично подойдет солома у меня например это перегной на основе опилки с куриным пометом замульчирована ну и во время формирования луковицы для ее налива луку нужен калий кроме того видно что зелень у лука гораздо менее мощная чем например было в прошлом году когда полива было достаточно поэтому сейчас несмотря на то что он уже формирует луковицу ему не помешает и азот для того чтобы поддерживать состояние зелени может быть немного увеличивать ее потому что именно из зелени идет налив луковицы от того в каком состоянии зелень будет зависеть насколько крупной будет луковица следовательно очень неплохо лук сейчас подкормить комплексным удобрением которое содержит и азот и фосфор и калий я для себя вот выбрала такое комплексное удобрение которое называется растворин она содержит и азот 10 процентов и фосфор 8 процентов и 20 процентов калия калий это элемент который прекрасно помогает наливать луковицу вот сейчас я думаю что будет более понятно солнце и очень плохо тень мешает снимать кроме этого калий обеспечивает здоровье то есть более здоровые посадки и делает луковицу более вкусной сладкой нежной и сочной по инструкции на вот этой баночке довольно быстро растворимое удобрение хотя есть конечно более быстро растворимые например такие как карбамид мочевина здесь надо немножечко поразбалтывать удобрение это но в общем-то все равно растворяется она без осадка и мне кажется она очень качественной кроме этого в этом удобрении содержится магний пять процентов есть все микроэлементы то есть лук получит все необходимое питание в прошлом году мой лук неожиданно в полном расцвете сил заболел пероноспорозом то есть ложной мучнистой росой и собранные луковицы урожай был просто небывалый очень плохо хранились очень плохо все труды пошли на смарку поэтому в этом году в качестве профилактики несмотря на то что погода стоит сухая я хочу обработать свой лук против пероноспороза профит голдом препаратом который содержит полтора грамма действующего вещества и растворяется на один три с половиной литра воды для того чтобы препарат лучше усвоился растениями я использую прилипатель вот такой биолипастим прилипатель он что делает он позволяет лучше усваиваться препарату он лучшему проникновению способствует он задерживает препарат на поверхности растения вот и более длительное время препарат оказывает действие вот я думаю что такие мероприятия позволят моему лучку еще за довольно длительное время которое он будет расти на растить более крупную луковицу хотя при этой не очень прямо скажем мощной ботве луковица активно формируется и в общем то пока радует меня своим внешним видом есть уже просто довольно крупные луковицы и так значит рыхление содержание гряды в чистом состоянии от сорняков мульчирование полив если нет мульчирование после полива снова рыхление думаю что обработку профит голдом я повторю она будет действовать около двух недель и в зависимости от тех условий которые будут складываться по погоде наверное нужно будет ее повторить но делать это нужно уже не позже чем за 21 день до сбора урожая потому что есть срок ожидания вот но вот потому как я потеряла практически весь урожай в прошлом году думаю что все равно я такую обработку проведу я поливала еще лук фитоспорином но к сожалению препарат этот не очень эффективен хотя в нем есть гуматы и он очень хорошо помогает наращиванию и зеленой массы луковицы но все-таки в качестве обработки от этой гнили ложной мучистой росы эффективность его невелика вот и все на сегодня всего вам доброго всего самого наилучшего высоких вам урожая и будьте здоровы